Так, как думаешь, почему Хангашвили так важен был для России? Почему граждане независимых государств Средней Азии едут в Россию на работу? Они же уже свободные, могли бы и в кишлаке работать. Справедливости ради, Владимир Владимирович четко обозначил, что в Украине не с кем сейчас договариваться, их купили. Поэтому в этом интервью произошел односторонний диалог с Западом. Это Межиево сейчас 46, а он уже сколько под старика косит, а сколько Ахмату было, когда он был мухтем? Вот, кстати, очень хорошо ты этот момент заметил, я забыл об этом сказать. Да, представляете, ему сейчас 46, но под старика косить-то он начал не сейчас, он уже минимум лет 10, как мы его знаем, лет 10 мы его по-любому знаем. Когда меня похитил Ислам Кадыр, на тот момент он уже был муфтием, этот Межиев, это 2015 год. То есть почти 10 лет прошло уже, как я уехал. То есть он уже минимум лет 10 он находится на этой должности. И все эти 10 лет он играет старика, а начал он играть еще до этого, понимаете, он где-то в нулевых. Будучи вообще молодым парнем, 30 лет ему, наверное, было, он уже тогда, видимо, сориентировался и начал играть старика. И надо сказать, у него получилось, у него и играть старика получилось, и на этой теме выстрелить у него получилось. То есть он, по сути, именно этот образ и дал ему этот успех. Я говорю в понятии их системе ценностей. Понятно, что для нас это абсолютно не успех, то, чего он достиг. Но в их системе ценностей он самое высшее лицо духовенства. То есть для них это огромный успех. И понятно, что он этого достиг только благодаря вот этой вот своей актерской игре. Япон, бро, на днях Хасан Халитов сказал, что в роду Кадырова никто не убит и даже не ранен. Я не согласен с Хасаном, так как по Адаму аж с двух стволов вели огонь очередями, и последний был тяжело ранен. Я тоже соглашусь с тобой, Япон. Мне кажется, Хасан недооценивает ту борьбу, которую вел Адам Кадыров. Тот неравный бой, в котором участвовал Адам Кадыров в дубайском отеле. Хасан как-то слишком поверхностно к этому отнесся. Надо будет поговорить с Хасаном, объяснить ему всю тяжесть этой битвы. Почему граждане независимых государств Средней Азии едут в Россию на работу? Они же уже свободные и могли бы и в кишлаке работать. Это такой вопрос с уничижительным таким подколом для жителей Средней Азии. Но, ты знаешь, в том и суть свободного мира, свободных людей, что они могут куда хотят ехать, где хотят работать. Если к вам в Россию едут люди для того, чтобы у вас работать, вас должно это радовать. Почему вы по этому поводу возмущаетесь? Это же хорошо. К вам едут работать, вы едете дальше работать, там, где еще лучше. Почему жители России с огромным удовольствием едут, ездили бы до сих пор в Европу работать? Потому что мир устроен так. Там, где уровень жизни ниже, люди оттуда едут на заработки, туда, где уровень жизни выше. И вот, если ты таким образом относишься к жителям Средней Азии, почему они у себя в кишлаках не работают, то точно так же здесь, в Европе, относятся к вам, говоря, почему вы там, в своих свинофермах, не работаете. Понимаешь? Как этот мир устроен. Так что, когда ты что-то подобное говоришь, сразу же вспоминай себя и своих гастарбайтеров, которые также едут дальше на заработки. Как ты считаешь, возможно ли в нашем мире независимое государство? Ну, это зависит от того, что ты вкладываешь в это понятие, что ты имеешь в виду под независимым. В понимании того, что я в это вкладываю, возможно, и существует. Огромное количество стран в этом мире являются независимыми, суверенными. Но если ты туда вкладываешь какую-то экономическую независимость, так мир не может в принципе существовать. По-любому друг от друга люди зависят, страны зависят, кто-то с кем-то торгует, кто-то кому-то помогает, кто-то кого-то защищает. То есть, весь этот мир построен на договорах, на договоренностях. И так было всегда. И так будет до Судного дня. Так устроена как бы земля. Если ты в этом плане имеешь в виду, то, я думаю, ты сам знаешь ответ на свой вопрос. Нет консолидации, потому что у вас разные источники финансирования. И у ваших финансистов задачи не сходятся. Я тебе скажу за себя, я не знаю, как у остальных. У меня вот с самого начала, как я свою деятельность начал, я пытался на самом деле и был бы абсолютно не против, если бы у меня были какие-нибудь финансисты. Но мне приходилось самому вот как-то крутиться и выживать в этой жизни. Единственными финансистами была моя аудитория. И по сути все так и остается. То есть, ничего в моей, по крайней мере, ситуации не поменялось. Но за остальных я, наверное, говорить не буду. Хотя я не знаю никого, у кого были бы какие-то финансисты. Даже те, кто мне не симпатичен, абсолютно мне не нравятся. Но я не могу обоснованно сказать, обосновать, что у них есть какие-то источники финансирования, помимо их собственных аудиторий. Такой силы на нашей политической арене я пока не встречал. И думаю, если бы такая была, была бы политическая сила, у которой было бы реальное финансирование каких-то там стран, допустим, или сил каких-нибудь служб, то у этой политической силы были бы очень серьезные возможности. Отсутствие в нашей политической среде таких сил с возможностями говорит о том, что на самом деле нет. Подобного нет. Единственное, у кого есть, это, конечно, режим в Чечне. Вот там, видите, там сразу видно, когда есть вот это вот неограниченное финансирование, неограниченные финансовые возможности, сразу видно, на какой уровень там можно. Другое дело, конечно, полная бездарность. Понятно, что когда тебе нужно врать, и, ну, это тяжелая задача, знаете, врать. Вся российская пропаганда врет. И, ну, в большинстве своем это выглядит очень смешно. Но за этой ложью видна огромная финансовая возможность. Миллиарды туда вбухиваются, поэтому они, ты сразу видишь этот уровень. Пусть лжи, но деньги у этой лжи есть. А тут, с этой стороны, ты, наоборот, видишь, что есть, идет правда, но финансовых возможностей у этих ребят, говорящих правду, явно нет. Ну, или они гораздо меньше. Так, как думаешь, почему Хангашвили так важен был для России? Я думаю, Зелимхан Хангашвили был важен, потому что он попал в какие-то списки на ликвидацию именно спецслужб. То есть, это не вопрос каких-то политических тем, критики и так далее. То есть, это не то, что у нас с Кадыровым. Это не то, за что меня пытаются, пытались и пытаются, допустим, убить меня или Хасана. Там уже была тема со спецслужбами российскими. По всей видимости, Хангашвили где-то в каких-то военных операциях уничтожил, наверное, либо кого-то значимого, либо целый ряд таких лиц. То есть, это то, что называется месть спецслужб. И там, по всей видимости, были конкретно поставленные задачи. Как бы был определен список лиц, выделены на это средства. И без каких-то сроков, как бы, то есть, сколько бы времени не прошло, они будут охотиться на этих людей и пытаться их убить. Это как вот история с Моссадом. Помните, когда они по всему миру отыскивали, находили, убивали, привозили? В общем, это вот приблизительно, я думаю, такая история с Зелимханом Хангашвили. Насчет эффективности проведенных Моссадом операций, я с тобой не соглашусь. Тебе и не нужно со мной соглашаться. Я вообще ни слова не сказал про эффективность. Ты это сам, видимо, как-то услышал. Я сказал, что это подобно тому. Причем здесь эффективность? Я говорил, Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов в Украине, когда твой отец, фронтовик, воевал с фашизмом? В том числе, отец у Зеленского родился в 47-м, два года после войны. Я знаю, это тоже уже все разобрали, но я думаю, это просто Путин оговорился. Там у того дед был фронтовик. Здесь, конечно, Путин, да, запорол с этой темой. Но я же говорю, я не на такие вещи. Я считаю, что это вообще не стоит внимания. На фоне того ада, который пронес на этом интервью Путин, того посыла, который он делал миру, того прецедента, который создало это интервью. Вот это вот все, там, то, что он перепутал деда с отцом, там, или вообще, может быть, даже погнал. Это у нас такая мелочь. Это интервью, это такой, знаете, очень серьезный шаг, такая ступенька, открывающая двери в какую-то новую эпоху. Когда никаких проблем не будет уже дальше пересматривать вообще всю историю Второй мировой. Вот все то, что мы с вами слышали все эти годы, на чем мы с вами росли. Вот сейчас это все так, знаете, легко будет переформатироваться. Справедливости ради, Владимир Владимирович четко обозначил, что в Украине не с кем сейчас договариваться. Их купили. Поэтому в этом интервью произошел односторонний диалог с Западом. Договариваться в Украине, мне кажется, этот вопрос, в принципе, не должен был интересовать журналисты, записывающего интервью с Путиным. Не вопрос договоров, с кем договариваться и так далее. Все прекрасно понимают, кто и с кем должен договариваться, чтобы закрыть вопрос, чтобы закончить войну. Вопрос в том, что совершенные преступления, аннексированная, оккупированная территория, что с ней делать? Вот главные вопросы, которые нужно было ставить. Что вы собираетесь делать по преступлениям в Буче? Что вы собираетесь делать с оккупированными территориями? Там надо было об этом. Все ждали, что разговор-то будет об этом. Все хотели именно это. Как вы думаете, когда Такер Карлсон перед этим интервью опубликовал вот этот свой пресс-релиз, или как это назвать, когда он на фоне огней Москвы там объяснял, почему он сделал интервью, что вот Запад, значит, скорее всего не захочет, чтобы это интервью опубликовалось, но мы там его опубликуем. Когда он делал вот это вот заявление, вы хотели услышать 25 минут какой-то исторической бредни от Путина? Допустим, варяги, Ленин, Сталин, создание Украины. Кому-нибудь это было интересно? Кто-нибудь думал, что мы будем это сидеть и слушать? Никто вообще-то не думал. Все хотели услышать конкретные вопросы по поводу оккупации, преступлений военных. А не исторический экскурс, какой-то бред. Сова Аптумсо, Верховная Рада потребовала выдачи тела Ленина как основателя Украины. Так, Аноним, что думаешь об уровне канала НИИСО? Почему у нас нет независимых популярных оппозиционных каналов хорошего интеллектуального уровня? Неужели мы заслуживаем только такие? А почему ты так низко оцениваешь интеллектуальный уровень канала НИИСО? Я считаю, что у них очень, по крайней мере, интеллектуально. Я считаю, что они абсолютно на хорошем уровне. Если, я не знаю, может быть там какие-нибудь грамматические там, что-то там, если попытаться прикопаться, то кому угодно можно прикопаться. В том числе и ко мне, в первую очередь, прикопайтесь. А так, в целом, я не вижу никаких изъянов с интеллектуальной точки зрения. Я не считаю, что у нас нет независимых популярных оппозиционных каналов. По-моему, у нас как раз-таки сейчас их уже и немало стало. Наша проблема не в том, что у нас мало контент-мейкеров, да, назовем это. Хотя нет, наверное, так неправильно их называть. Давайте, скажем, тех каналов или отдельных людей-личностей, которые трудятся против этого оккупационного режима. У нас сейчас и раньше, вот в начале, когда я начинал свою деятельность, проблема была в этом, что не было практически, ну, никого практически не было. Действительно был дефицит в людях там, в группах. А сейчас проблема не в этом. Сейчас проблема в том, что нет какой-то консолидации у этих сил. То есть мы между собой очень сильно разрозненные, там, у всех друг на друга обиды, какие-то там проблемы. Плюс некоторые вещи реально там уже невозможно преодолеть, такие моменты есть. То есть, если раньше была проблема в том, что не было людей, но в целом была консолидация, была как бы одна сторона. И достаточно было, что там один-два человека говорят, остальные как бы, как будто бы эти два человека, там, или три человека, они представляли всю вот эту вот сторону. А сейчас получилось так, что очень много тех, кто говорит, но теперь все эти говорящие, они представляют разные группы. И эти группы между собой очень серьезные противоречия имеют, понимаете? То есть мы преодолели одну проблему, но получили другую, к сожалению. И они не считают, что у нас, я сейчас не буду называть имена, но есть, допустим, вполне популярные каналы, ну там интеллектуально, если ты посмотришь, да, наверное, ну в плане, они не могут грамотно там свою мысль выразить, там, ее без ошибок сделать. И люди, может быть, не учились в школах или, я не знаю, в университетах, не так хорошо знают русский язык. Но, тем не менее, они делают работу и являются вполне успешными. И аудитория понимает, пусть им пишут там или говорят не на грамотном русском языке, но аудитория это понимает и разделяет эти взгляды. И есть те, кто вполне себе грамотно излагает свою мысль, умеет ее излагать и работу свою делает вполне грамотно и успешно. Я считаю, что в отношении Нисо, я бы, ну твоя оценка Нисо, мне кажется, неправильная. Я, по крайней мере, с ней не согласен. Субтитры создавал DimaTorzok